Здравствуйте! Повод данного видео такой тяжелый и повод задуматься всем нам еще раз и тем, кто не думал, впервые, может быть. Сегодня вторник, 9 число, вчера 8 июня, пьяная тварь, Ефремов, вот этот Михаил Ефремов, сын известного актера и сам известный актер, и довольно-таки неплохой, но дело не в этом. А человек какой он, вот вопрос в чем. И что он сотворил? Пьяный, за рулем машины, по прямой, прямо, никуда не сворачивая, естественно, не в состоянии думать, ни о чем и контролировать, врезался в жигуль, и человек потом погиб в больнице, уже он переломанный, там, шейные позвонки, по-моему, грудная клетка, ну, в общем, он погиб. Ну, возбудили уголовное дело, и у меня несколько в этой связи таких комментариев и вопросов. Вот, во-первых, как вы думаете, сядет ли он реально за это, а по данной статье, по-моему, там, от 5 до 12, или от 7 до 12 лет? Нет. Или, как часто это бывает в такой ситуации, известные актеры, люди имеют покровителей, там, и так далее, и отмажутся. А честно ли это? Ну, то есть, это понятно, очевидно, любому, что нет. Будет ли это? Вот вопрос, будет ли в данном случае? И второе. Вы понимаете, это случилось то, как бы это, ну, не ужасно звучало, что должно было рано или поздно случиться, потому что любой человек, который, ну, скажем, водит машину, будучи алкоголиком, а он, естественно, алкаш конченый, рано или поздно такое бы совершил, безусловно. То есть, ну, тут вариантов нет. Есть те, кто оправдывает единичные случаи. Очень мало таких людей говорят, а кто без греха и так далее? Вы что, совсем обалдели? Какого без... Те, кто за руль садится в пьяном виде. И это нужно совершенно, кстати, другую статью применять. Это умышленное убийство. Потому что человек, который пьян, у него мозг, естественно, не контролирует, не работает. Реакции замедлены. Он в наркотическом состоянии. Алкоголь – это наркотик, это протоплазматический яд. И по ГОСТам до 70-х годов так и было написано чёрно-по-белому, что это наркотик, что и есть на самом деле. То есть, то, что соответствует реальности. Дорогие друзья, я хочу вам, коли вот так случилось, порекомендовать, посмотреть моё видео, очень старое видео 17-го года, которое называется «Проклятый алкоголь. Горе, предательство, убийство, цинизм». Всё это сам алкоголь, а не его доза. Вот обязательно посмотрите это видео, потому что сейчас повод, вот, коли такой повод, уж давайте тогда какой-то вывод сделаем и другим объясним. Страшное горе и беда отдельно взятой семьи человека. Сколько каждый день таких людей погибает по вине тварей пьяных? Человек выпил, он уже преступник, потому что он может убить, покалечить и так далее. Вся бытовая преступность почти на 100% она связана с алкоголем. Два друга сидят, напились, один другого зарезал, мать ребёнка из окна выкинула или пьяной задавила. Тысячи таких случаев. Каждый день происходят такие преступления. Страшные, ужасные, неестественные, просто, так сказать, даже немыслимые. Это проклятый алкоголь. И нет никакой дозы у наркотика. У героина есть норма? И у алкоголя её не должно быть, но это легальный наркотик. Вот посмотрите, засняли, как эта тварь идёт, что-то там еле бормочет. Шатается. Вон он сидит, блин. Бухон, говно, блин. Это он или был? Да. Он что-то нас только что не ушатал. И потом выскочил навстречу. Серьёзно? Сейчас бы убил нас и всё. Я его ещё сигареткой угостил. Вот интересно узнать из СМИ, как же брал ему кто-то пробу алкоголя в крови и в выдыхаемом воздухе моментально, сейчас же, вот так сказать, или кто-то этому помешал, потому что там запредельный, это дураку понятно. Вот если там будут показаны цифры, что да, запредельные какие-то немыслимые дозы, это правда. Если нет, значит подтасовка. Это сразу по факту его реакции, поведению, неадекватному состоянию. Ну что там говорить, какое моральное падение общества и вот представители, актёры, причём, кстати, известные люди должны нести наказание гораздо более сурово, то есть по верхней планке всегда. Почему? Потому что они пример для других, потому что на них миллионы смотрят и подражают даже волей-неволей бессознательно. Как эта массовая пьянка в 60-е годы началась, поголовная, тотальная, дошла к 80-м, а дальше то, что вы можете посмотреть в лекциях Ждана Владимир Георгиевича, совершенно абсолютно верно, идеально говорит всё и поднимает эту проблему, поднимала уже давно и сейчас. А для нормальных, порядочных, совестливых, честных людей вывод может быть только один, если человек разумен. Никакого алкоголя, ни грамма в обществе, в нормальной, в семье, в доме быть не должно. Потому что дело не в дозе, а дело в самом наркотике, в его природе. Мозг разрушается. Уже от 6 грамм выпитого алкоголя, спирта, содержащегося в алкоголе, уже разрушаются нервы головного мозга. Я не говорю про вред для всего организма. Я говорю сейчас о том, что одна сволочь может искалечить судьбы многих. И по крайней мере, хоть одного человека разве несправедливо будет наказать по полной программе ту пьяную тварь, которая ради своего извращенного наслаждения, зная, что будет. А эти люди знают, они знают, это обязаны знать, это все знают, что будет неизбежно. Они все думают, не будет. Хорохорец уверен в себе. А они убийцы. Убийцы осознанные и хладнокровные. Только так их надо оценивать. И неважно, известный человек или нет, тем хуже, что он известный. Тем хуже, тем важнее показать обществу, что в обществе справедливость хоть какая-то есть. И что ты, кем бы ты ни был, не уйдешь от наказания, когда ты совершаешь такое, ладомо какое-то преступление, там экономическое что-то, где-то что-то можно, там чем-то было бы оправдать. Кстати, мне интересно, как будто либералы, его дружки оправят быков. Вот это тоже такая же пьяная сволочь, жирная, которая ненавидит Россию, как и, кстати, Ефремов. Люто ненавидит. Я видел отрывки с Ефимом, где он там за границей, пьяный, естественно, как всегда, говорит похабные вещи про страну и так далее. Да, да и вы сами, наверное, видели, несложно в сети найти. Куда ж ты, блин, бежишь-то? Ну вот интересно, что его дружки-либералы будут сейчас говорить, как защищать будут. Петиции писать, наверное, какой он заслуженный, уникальный там и так далее, и так далее. А его отец, Олег Ефремов, конечно, более великий актёр, чем вот этот. Но, тем не менее, он вот хоть и бухал, и курил, но всё-таки какую-то, так сказать, совесть имел. И был внутренне очень сдержанным человеком, и такого, в общем-то, себе, ну, насколько я, по крайней мере, знаю, не позволял. Хотя, конечно, алкоголь не выбирает и культуру. Человек вчера культурно-интеллигентный сегодня взял, убил, зарезал, предал и так далее, и так далее. Потому что алкоголь меняет сознание, психику, он просто вырубает мышление. Это страшнейшее оружие, это генное оружие против нашего народа, против других народов, которые применяются в широчайшем вот этом применении, чтобы сделать из народа быдло, чтобы отбить память у народа, чтобы сделать из людей Иванов, не помнящего родства, чтобы сделать из людей циников. Недаром Гарвардский проект гласил как раз, ведь основой, что там было, вот эта директива Алина Далеса 20-1, что как будет разрушен Советский Союз путем разрушения нравственности, устоев, порядочности, честности и так далее. Чем? Алкоголем, табаком и другими видами оружия. То есть через алкоголь дальше шаг разврат, дальше, так сказать, циничность, падение нравов и так далее. И это звенья ни одной цепи, но основа и главный вот это стержень в разрушении, это алкоголь. Это страшная бомба, которая невидимая, которая не воспринимается большинством людей как нечто представляющее безумную, фатальную опасность для общества, как отдельно взятого человека, так и народа в целом. И если народ не распознает алкоголь как генное оружие, такой народ обречен на вымирание, что собственно и происходит, уже нет русской деревни, уже есть целый пласт людей, гигантская часть общества, которая абсолютно цинична, абсолютно равнодушна, аморфна, или неадекватна и так далее. И безусловно, здесь вот важнейшим фактором, не единственным, но важнейшим является вот разрушающим общество и нравы и отдельно взятого человека, личности, вот в поколениях трёх, особенно последних, когда массовая пьянка началась, это, конечно же, алкоголь. И это объективно и очевидно. Я ещё раз говорю, посмотрите вот то моё видео, что я рекомендовал, у меня про алкоголь. Есть пять основных видео, может быть, вы захотите их все посмотреть, под этим видео будут ссылки, не поленитесь. Это надо знать каждому, отмахиваться от этого нельзя. Что касается Ефремова, последим, посмотрим, что будет. Я здесь не злорадствую совершенно, я сожалею, а я сожалею, вот в первую очередь, я не ему, а тому человеку невинному, который ехал по своим делам, вечером планировал быть с семьёй, с детьми, быть может, так сказать. Планы были на завтра, может быть, на год вперёд. Эти планы, эту жизнь прервал этот подонок, пьянь, который нахлестался, бухла поганого, сел за руль циничные морды и врезался и убил человек. И так происходит каждый день. Не пора ли это остановить и признать алкоголь, вывести его из легальных и признать нелегальным наркотиком, то есть таким же, как героин, опиум и так далее. И за это должна быть смертная казнь, за вообще-то, вот я считаю, за такие преступления циничные, хладнокровные, злонамеренные на самом деле нужна смертная казнь. Однозначно нужна. А оправдывать это будут те же бухальщики, кто сам бухает, сам же так поступает и считает это нормально, потому что он подонок, а непорядочный человек, и он оправдывает себя, а не возьмется за голову, так скажет, какой же я дебил, все, действительно, нет, больше никогда, ни капли в рот. А тут вопрос, дорогие друзья, именно в том, не то, чтобы по праздникам пить, это самые страшные люди, а именно никогда в жизни не пить, для себя решить, если уж ты пил, раз и навсегда, бросить и не вносить лепту, свою лепту в дело, уничтожение своего же собственного народа, на радость всякой сволочи, врагам народа нашего. И поэтому порядочный человек не будет ни капли алкоголя пить ни разу в жизни. Я, кстати, кто-то скажет, я только для этого говорю, а не для того, чтобы выпендриться, а то начнут мне там, а вы-то сами, а я сам никогда в жизни не пил, ни капли алкоголя у меня во рту не было, никогда я не употреблял алкоголь, и как следствие, я, естественно, не курил, не блудил и так далее. У меня семья, жена, дети и, естественно, я порядочный человек. И поэтому тоже я, безусловно, имею право высказаться так жестко на эту тему, тем более имею право, понимая, к чему это приводит в глобальном масштабе, и допускать этого в своей стране, в обществе, в своем, среди народа, своего, я не хочу. И я призываю вас дать жесткий бой и алкоголю, наличию его в обществе, естественно, особенно начиная с детей, потому что либо ребенок будет расти, начнет пить, либо он никогда не начнет и, соответственно, никогда не сотворит то, что мог бы, если бы он начал пить, как творят миллионы людей. Я не говорю сейчас про личное здоровье, я поднимаю сейчас вот эту тему, тему того, что произошло. И вот такой тяжелый повод. Ну что ж, пожалуй, все. Я прошу вас, пишите в комментариях, пишите, напишите еще, посмотрели ли вы вот то мое видео про клятый алкоголь или нет. И посмотрите еще мое видео «Ответ Осипову» насчет алкоголя и спаивания народа. Напишите, как вы полагаете, вот глаз народа, что называется, как вы считаете, какое наказание, без всяких букв закона, вот как вы полагаете, было бы справедливое наказание этому конченому алкоголику. Это первое. Напишите вторым пунктом, как вы считаете, что реально будет ему. То есть, какой будет срок, будет ли он, ну, то есть, по факту, как вы полагаете, что будет в итоге. Кстати, на месте семьи, я не знаю, какой материальный достаток и так далее погибшего, но никакие деньги, хоть миллиард долларов не взял бы, чтобы только посадить эту тварь. И интересно, кстати, будут ли предлагать деньги, отмазываться или честно примет и скажет, прошу наказать меня, а такие люди, кстати, единицы, но были по самой строгости закона в рамках действующего законодательства, потому что я совершил то, после чего себя человеком считать не могу и не могу дальше жить так с этим. Вот, кстати, это был бы шаг такой, за который я бы сказал, ну, что ж, верю, что человек действительно осознал и будет жить оставшееся, вот сколько ему отведено, с этой мыслью, с этим гнётом вины, этим преступлением своим совершённым и, так сказать, до конца дней будет раскаиваться. Ну, это ещё так, будет ли это так? Вот, я думаю, что нет. Ну, я так предполагаю, не утверждаю, предполагаю. И третье, напишите, употребляете ли вы алкоголь или не употребляете вовсе? И напишите тогда, вот если вы употребляете, то вот как повлияло, если, конечно, повлияло на вас вот это уже миллионное происшествие подобное, ну, просто с известным человеком, может быть, вы что-то пересознали и, может быть, вы бросите полностью навсегда, вот сейчас приняли решение, что ни капли во рту больше этого мерзости, этой гадости никогда не будет. Это неважно, как эта гадость называется. Дорогое за 10 тысяч долларов вино, бутылка, да, которая содержит тот же этиловый спирт, или это какой-нибудь самогон, самый паршивый разлива из какого-нибудь подвала. Ну, что ж, дорогие друзья, общество, я полагаю, должно дать протест. Как говорится, бой такому. Не должно быть в этом обществе. Иначе ни один человек не будет застрахован от гибели по разным причинам потребления другим членам общества проклятого алкоголя, этого яда протоплазматического, этого наркотика. Пора прекращать продажу, запрещать продажу алкоголя наряду с полной объяснительной, честной пропагандой всей пагубы наличия в обществе этой проклятой отравы. Всего хорошего, дорогие друзья, я жду ваши комментарии.